На африканском континенте расположено 54 страны. Большинство из них являются самыми бедными в мире, а половину их населения составляют дети до 15 лет. Как они живут и где учатся? Сегодня мы расскажем о 10 самых интересных фактах про образование в Африке. С вами Габар, вы на канале умней. Погнали! Факт первый. Дорого и сердито. Вот так обычно выглядят государственные школы. Зачастую компактные одноэтажные, редко двухэтажные сооружения с очень скромной обстановкой внутри. Несмотря на то, что госшколам оказывают помощь международные благотворительные организации, они обычно плохо оснащены. Классы сильно переполнены. Нередко в них учатся от 40 до 80 учеников, а уровень подготовки учителей довольно низкий. Это, например, государственная школа в городе Киншаса, в Демократической Республике Конго. В ней учатся около 400 детей. Перед зданием небольшой двор, где проходят школьные линейки. В здании нет электричества, абсолютно. Поэтому основной свет проникает через небольшие окна. Стены оштукатурены, но не покрашены. Пол бетонный. Весь скромный интерьер класса составляет лишь старая доска и парты. Обучение в государственных школах многих африканских странах платное. Например, в Танзании учебный год школьника обходится в 700 тысяч танзанийских шиллингов. Это примерно 300 долларов. В эту сумму входит обучение, школьная форма и учебные принадлежности. В частных школах обычно условия обучения гораздо лучше. У них более качественное техническое обеспечение. Есть столовые, спортивные площадки, а иногда и даже несколько компьютеров. В классах обычно учатся от 20 до 30 детей. Да и учителя более подготовленные и профессиональные. Все это делает обучение в частных школах более дорогим, чем в государственных. За частную школу в ЮАР нужно платить около 700 рент в месяц. Это примерно 50 долларов. А в год это почти 600 долларов. Позволить такую стоимость могут очень немногие южноафриканские семьи. Но это по сути единственная возможность дать ребенку хорошее образование и шанс на поступление в университет. Факт второй. Не хочу учиться. Начальное школьное образование практически во всех странах Африки является обязательным. Однако в 2020 году около 100 миллионов, слушайтесь, 100 миллионов африканских детей не посещали школу. Для сравнения. В Латинской Америке доступа к начальному образованию нет у 13 миллионов детей. В Восточной Европе и Азии у 25 миллионов, а на Среднем Востоке у 37 миллионов детей. Но в Африке эти цифры гораздо выше. Конечно, в различных регионах ситуация складывается по-разному. В относительно благополучной Северной Африке это Египет, Тунис, Марокко и Алжир. Властям удалось достигнуть большего прогресса в вопросе доступа к образованию. В них около 90 процентов детей оканчивают начальную школу. Но в Центральной и Южной Африке ситуация просто катастрофическая. В них проживают 97 миллионов детей, которые вообще не посещают школьные занятия. Среди них 20 процентов детей от 6 до 11 лет, 30 процентов подростков в возрасте от 12 до 14 лет, 60 процентов африканских юношей и девушек от 15 до 17 лет. Основные причины этого экстремально низкий уровень жизни населения, высокая оплата за обучение, плохое качество образования, последствия военных конфликтов, эпидемия СПИДа и ВИЧ. Чаще всего вместо учебы дети помогают родителям в возделывании огородов или нелегально работают на опасных производствах. Например, 30 процентов детей Танзании в возрасте от 5 до 14 лет добывают полезные ископаемые в карьерах и шахтах. А что бы предпочли вы? Работать на огородах или ходить в школу? Расскажите об этом нам в комментариях. Факт 3. Обед по расписанию. Школьное питание учащимся предоставляет большинство африканских школ. В частных учебных заведениях дети обычно получают полноценный завтрак и обед. Их стоимость включена в немалую цену обучения. Едят школьники, расположившись за длинными столами в столовой. Типичное школьное меню нельзя назвать разнообразным и очень полезным. В основном оно состоит из кукурузной каши, фасоли, лепешки и картофеля. Мяса, рыбы, свежих фруктов, молока или сока в нем вообще нет. Например, вот в этой частной школе Святого Иуды в танзанийском городе Аруша по понедельникам учащимся дают рис и консервы, по вторникам рис и бобы, а в среду у галлий. Традиционное танзанийское блюдо. По сути, это просто кукурузная мука, залитая кипятком. Государственные школы тоже часто предоставляют школьные обеды. Готовят их вот в таких печах, используя дрова, а едят дети либо прямо за партами или сидя прямо на траве около школ. Вот в этой государственной школе, расположенной в провинции Карузи, в республике Бурунди, восточной Африке, рядом со школой есть огород. Его возделывают родители школьников. Урожай сразу отправляется на школьную кухню. Родители учеников по очереди приходят в школу к 6 утра, чтобы разжечь печи и приготовить еду для детей. Перед обедом все учащиеся по очереди моют руки, затем едят, сидя за длинными столами под навесами, а после сами ополаскивают грязные тарелки в тазиках с водой. Но если в школе нет столовой и обеды не предусмотрены, то учащиеся вынуждены брать еду с собой из дома или возвращаться домой, чтобы поесть, преодолевая путь иногда в несколько километров. Факт четвертый. И это школа? Вот так выглядит одна из государственных школ в Мозамбике. Она была построена из палок и сушеного камыша руками учителей и волонтеров, приезжающих сюда в составе благотворительных миссий. На одной из дырявых стен висит доска. Мебели нет, поэтому дети на уроках сидят прямо на земле. Иногда школьные помещения не вмещают всех учеников, поэтому занятия проходят прямо на улице, где учителя объясняют материал, рисуя палкой на песке и используя крышки вместо палочек для счета. По многих африканских школах до сих пор нет электричества, отопления, канализации, водопровода. Питьевую воду дети черпают прямо из бочек, расположенных на школьном дворе, а вместо туалетов используют выгребные ямы. В 2012 году в Министерстве образования ЮАР опубликовали шокирующую статистику. Почти в 11 процентах школ нет ограждений. В 14 процентах отсутствует электричество. Почти в 10 процентах нет водоснабжения, а в 46 процентов в качестве туалетов использовались выгребные ямы. В 77 процентов школ отсутствовали компьютерные классы. И только 10 процентов учебных заведений были обеспечены всем необходимым. Еще один важный момент. В африканские школы часто забираются воры, поэтому учебные заведения огораживают проволокой, на окна вешают решетки, а все шкафы и столы находятся под замком. Факт пятый. По дороге в школу. Около 70 процентов населения африканского континента живет в сельской местности, где практически отсутствует какая-либо инфраструктура. Зачастую школы есть только в каждой четвертой-пятой деревне, которые разделены десятками километров. Именно поэтому транспортировка в школу остается постоянной проблемой для миллионов африканских детей и подростков. Понятие школьный автобус в большинстве африканских стран нет. Поэтому дети добираются до учебного заведения разными способами. На общественном транспорте, если он вообще там есть. На собственном транспорте по 3-4 или даже может быть по 5 человек на одном скутере. На плотах, если деревни сообщаются по реке, но чаще всего, конечно, школьники идут в школу пешком. По статистике более 50 процентов африканских детей тратят на дорогу от дома до школы почти полтора часа в день. Часто их путь проходит через леса и пустыри, где совсем небезопасно. Например, шестилетний Хамед и его 13-летний друг Мухамед живут в деревне Абделан в пустыне Данакиль на северо-востоке Эфиопии. Ближайшая школа находится в деревне Кусроват в 15 километрах от их дома. Каждый день мальчики тратят по 2 часа, чтобы по 50-градусной жаре преодолеть сложнейший путь, который проходит через пустыню. Дорога покрыта вулканическими камнями, ходить по которым, кстати, очень сложно. Довольно часто поднимаются песчаные бури, которые еще больше усложняют путь школьников. Если же школы находятся совсем далеко и добираться каждый день туда возможности нет, то родители могут отдать ребенка в школу-интернат. В таких учебных заведениях дети живут и учатся на протяжении триместра, возвращаясь домой лишь на каникулы. А какое расстояние готовы вы пройти ради знаний? Напишите в комментариях под видео. Факт шестой. Не женское дело? В африканских странах считается, что основная задача девочек не учиться, а вести хозяйство и рожать детей. А для этого образование не нужно. Правда? Поэтому если на обучение сыновей семьи кое-как находят деньги, то дочери в большинстве случаев остаются дома. В Судане 75% девочек никогда не ходили в школу. В Нигерии эта цифра составляет 78%, а в Сомали аж 95%. Именно по этим причинам большое количество женщин в этих странах не умеют ни читать, ни писать. Архаичные традиции только поощряют женскую необразованность. Перед свадьбой родители невесты получают от жениха выкуп. И если девушка берегла себя дома, то есть не училась, то за нее заплатят больше. Например, в пригороде танзанийского города Аруша за безграмотную невесту семья жениха отдает 10-15 коров, а за грамотную в лучшем случае 5. Считается, что девочка, которая не училась в школе, более покладиста и послушна. Еще одна причина того, что девочки не получают образование – ранние браки. По статистике, 3 из 5 девочек в Танзании выходят замуж до 18 лет, обычно 12-14. Из них 97% бросают школу из-за замужества или беременности. Если же девушка после родов хочет вернуться в школу, то должна дополнительно заплатить 18, а то и 23 доллара за повторное зачисление. Это огромные деньги, с учетом того, что они получают 1-2, максимум 2,5 доллара в день. Факт седьмой. Чему учат в школе? Учебные программы в африканских школах в последние годы были приближены к европейским системам. Занятия обычно начинаются в 8 утра. Сначала проходит школьная линейка, где обязательно читается молитва, а затем следует выступление директора. Уроки у малышей длятся по 35 минут, у старшеклассников по 45 минут. Между ними перемены. В среднем школьный день заканчивается где-то около 2 часов дня. Далее следует обед и внеклассные занятия. Обычно учащиеся начальной школы изучают 5-6 основных предметов, таких как английский, математика, рисование, физкультура, этикет и музыка. Считается, что в первые годы нужно привить позитивный настрой к учебе, общению, сотрудничеству и стремлению получать знания. Логично. Не правда ли? В средней школе список дисциплин заметно увеличивается. Добавляются не только уроки естественных наук, там биология, химия, физика, но и профессиональные предметы. Ученики могут выбрать несколько дисциплин, таких как плотничество, кузнечное дело, электроника, механика, местные ремесла, домоводство или стенография. Но это другой разговор. В старшей школе к основному набору обязательных предметов добавляются предметы на выбор. Английская литература, история мира, география, а также сельское хозяйство, бухгалтерия и основы экономики. Но если школа частная и располагает компьютерами, то дети могут выбрать для изучения компьютерную графику или дизайн. Интересный момент. В большинстве школ Африки нет предмета история своей страны. Дело в том, что из-за сложного прошлого, колонизации, военных конфликтов, многим народам сложно осознать и оценить свою историю. Поэтому этот предмет обычно заменяется на географию с историческими фактами. Внеклассные занятия африканских школьников делятся на два типа. Это либо спорт, игра в регби, либо пение в хоре. Кстати, в обеих этих областях ЮАР достигла очень хороших результатов. Долгое время местные команды по регби были одними из самых сильнейших в мире. А хоровые коллективы часто гастролировали и принимали участие в международных фестивалях и конкурсах. Факт восьмой. Религиозные школы. Примерно 45% африканцев являются мусульманами. Поэтому во многих странах, помимо общеобразовательных школ, развито направление религиозных, или как еще их называют, исламских школ. Несмотря на то, что по факту такие школы частные, образование в них бесплатное. Именно поэтому они так популярны среди семей, которые не могут позволить себе оплатить светскую школу для своего ребенка. Наставниками учащихся являются маламмы, религиозные учителя. Акцент в обучении ставится, конечно, на изучении Корана, а не на общие школьные предметы. Обучение в нигерийских религиозных школах ведется в несколько этапов. Начальная школа, в которой ученики изучают основы чтения письма на арабском языке, а также осваивают по одной-две суры Корана в день. В средней школе добавляется изучение религиозных текстов и новые предметы. Грамматика, синтаксис, риторика, арифметика, алгебра, логика, юриспруденция и теология. Все обучение идет исключительно на арабском языке. Выпускники средней школы обычно поступают в теологический университет города Кано и там получают высшее образование. Факт девятый. Палочная система. Эти страшные кадры были сняты в 2018 году в Судане. На них вы видите одного из учеников религиозной школы. К ребенку преподаватели применили физическое насилие. Мальчик попал в больницу в тяжелейшем состоянии и был на грани смерти. После обнародования этого видео выяснилось, что ученики многих исламских школ в Судане регулярно подвергались жестокому обращению. За плохое поведение, неповиновение или ошибки в чтении Корана учителя держали детей в клетках, связывали, били веревками, морили голодом и по несколько дней не давали воды. Родители пострадавших учеников требовали выяснения всех обстоятельств и наказания виновных. Министр образования Судана пообещал во всем разобраться, но все религиозные школы, даже те, в которых были установлены грубые нарушения, по-прежнему открыты. Методы там не поменялись и ни один преподаватель не был привлечен к ответственности. Факт десятый. Учителя. Преподаватели африканских школ пользуются большим уважением в обществе. Они часто возглавляют деревенские сообщества и занимаются общественной работой, несмотря на то, что и в школе имеют большую нагрузку. Только представьте себе, в Руанде на одного школьного учителя приходится в среднем 60 учеников, в Чаде 62 и в Малавии 69. Конечно, из-за такой переполненности классов качество объяснений материала и проверки заданий сильно хромает. Африканские учителя по местным меркам имеют высокие зарплаты. В Эфиопии учитель зарабатывает примерно 226 долларов, в Кении 253 доллара. В Намибии средняя зарплата учителя составляет 737 долларов США, а в ЮАР примерно 817 долларов США. В Египте же эта цифра составляет 869 долларов США. Это настолько много, что в Африке даже появилось понятие фальшивого учителя. Так называют тех, кто подделывает документы и обманом выдает себя за преподавателей ради высокой зарплаты. Очень ценятся учителя, приезжающие из Америки или из Европы. Некоторые это делают на волонтерских началах, но многие работают в частных школах по приглашению. Считается, что иностранные преподаватели имеют более высокий уровень подготовки по сравнению с местными учителями. Это выражается и в зарплате. Учителя иностранцы в ЮАР могут получать до 3000 долларов в месяц, в то время как учитель из страны тропической Африки имеет зарплату до 1000 долларов. Вот такая несправедливость. А вы предпочли бы, чтобы вашего ребенка обучал иностранный учитель или же все-таки свой? Напишите в комментариях. Конечно, в сфере образования африканским странам еще нужно решить очень-очень много вопросов. Я надеюсь, что у них это получится. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. С вами был Габр. Субтитры сделал DimaTorzok